Всем здравствуйте! Мы с вами продолжаем разговор на тему архитектура языкассемблер RISC-V. И у нас сегодня продолжение такой довольно мутной темы, которая связана с конвенциями и описывает всевозможные случаи, когда нам не хватает, особенно при работе с подпрограммами, не хватает тех конвенций, которые мы описали в прошлый раз. Помните, я говорил, что конвенция это простая. Значит, в чем идея? Идея стоит в том, что подпрограммы в real life чего-то такое хранят в памяти, и эта память вообще-то, наверное, стек. Ну, потому что где же еще нам нужна динамическая выделяемая, динамическая освобождаемая память. Мы туда все равно складываем кое-какие данные уже, например, сохраняем туда R.A. и сохраняемые регистры, если мы собираемся ими пользоваться. Кстати сказать, у нас, может быть, кто-то, это отследил, может быть, кто-то нет, у нас в чате, в группе, посвященной этим лекциям, возник вопрос сегодня утром на предмет того, является ли R.A. регистры адреса, сохраняемым регистром. И, соответственно, не стоит ли везде, где мы упоминаем конвенции, сразу сохранять R.A., чтобы, значит, потом его сразу восстанавливать, например, в макросах. Кончилось все тем, что я прочел документацию, наконец, и выяснилось, что нет, R.A. не является сохраняемым регистром. Дапок по конвенции R.A. нужно немедленно сохранять после входа в подпрограмму, прям вот первым, и последним восстанавливать. Но это все, что от него требует конвенция, R.A. не является сохраняемым регистром, он может претерпеть модификацию при использовании, поэтому, значит, нет необходимости его каждый раз сохранять и потом восстанавливать, за исключением ровно одного случая, когда мы вошли в подпрограмму, немедленно сохранили R.A. и дальше делаем все остальное. Вот. Кроме того, мы в прошлый раз уже говорили, как раз в лекции, посвященной ассемблеру, языку ассемблера, что то, что мы называем локальными переменными, в действительности это тоже какие-то области данных на стеке, вот, что подтверждается, например, языком программирования C, где это ровно так. Где все, что вы описываете внутри локального namespace, это область данных на стеке. Вот. Даже массив. Если у меня получится, если мне хватит времени, в самом конце я покажу, как на архитектуре RISC-V64 выглядит дизассемблер какой-нибудь функции на C, вот, которая вполне себе выглядит как то, что мы с вами делаем, за исключением того, что вместо store-word и load-word там будут директивы store-w и load-w, потому что 64-разрядные ячейки. Вот. Когда мы планируем учисления с регистрами, выясняется, что регистров маловато, мы тоже должны где-то откладывать какие-то данные, и опять эти данные будут окажутся на стеке и так далее. Вот. А при этом получается такая неприятная ситуация, что в отсутствии дальнейших договоренностей у нас, значит, модификация стека может происходить в непонятное время, ну, собственно, тогда, когда нам это потребовало. Например, там, частью преамбула является откладывание чего-то на стек и частью финала снятие чего-то со стека. Вот. Ну, каким-то, значит, примитивом. И, соответственно, весь код может выглядеть довольно погано. Вот давайте, например, посмотрим, я специально написал неудобную подпрограмму, которая складывает и умножает два числа. Она соответствует конвенциям, она получает на этом самом в регистре РА, в регистре А0 и в регистре А1, получает два числа. Вот. Этот код работает. Потом их складывает, их же умножает и возвращает их же в регистре А0 и регистре А1. Вот. Очевидно, что в процессе там придется где-то что-то хранить. Вот. Я не знаю, почему я так написал, надо будет этот кусочек переписать. Обратите внимание, что вместо того, чтобы заводить нужную область памяти на стеке, сразу делаю фактически руками, выполняю инструкцию PUSH каждый раз. Да? Вот я увеличиваю стек вниз на минус 4, кладу туда РА, увеличиваю стек на минус 4, кладу туда А0, увеличиваю стек на минус 4, кладу туда А1. Вот. Наверное, это сделать для того, чтобы еще сильнее запутать нас с вами, чтобы еще как-то непонятнее казалось, в какой момент вершина стека куда указан. Вот. Нам понадобится две переменных, которые тоже я храню на стеке. Вот. Которые будут хранить это РА и, в смысле, А0 и А1. Вот. Поэтому, помимо этого, нам еще придется положить на стек сумму. Вот она. Потому что потом ее придется возвращать. Вот. Значит, дальше тут должен быть какой-то еще код. И внезапно мы теперь захотим первую переменную. Где же она находится? Раньше она находилась вот по такому смещению относительно стека. А теперь она находится вот по такому смещению относительно стека. Восемь. Раньше было 4 TSP, теперь 8 TSP. Почему? А вот потому что здесь мы стек еще изменили. То есть, если вы модифицируете размер стека в процессе вычисления, в процессе написания вашей программы, то даже EQV, который указывает смещение относительно, допустим, вершины стека, вам не помогут в плане локальных переменных. Потому что вот здесь вот ваша переменная хранилась по смещению 4 TSP, а здесь уже она 8 TSP. А попробуйте еще в конце вспомнить, после того, как вы все это туда положили многократно, где же у вас R-а-то там лежит. Оказывается, на смещении 20 от стекпоинтера. К этому моменту стекпоинтер вырос на 20 байтов, то есть на 5 ячеек, и R-а лежит по смещению 20. Вот. Вот это вот 20, это вообще такое чудесное совершенно число, которое получилось путем, значит, скрупулезного подсчета, сколько раз мы вот здесь вот выполняли эту инструкцию. Вот их 5 раз, значит, 20. Не хватало ли еще программисту заниматься этим? Вот. Как видите, ну, я нарочно написал достаточно неряшливый код. Понятное дело, что можно было заранее разместить все на стеке. То есть прибавить туда сразу 20. Использовать EQV в качестве смещения и не париться. Но, тем не менее, вы понимаете, что неравен, сейчас вам придется что-то там поменять в коде, например, добавить еще одну локальную переменную. И опаньки у вас поедет, значит, смещение в одном месте, смещение в другом месте и так далее. Что такое кадр? Кадр. Это заранее договоренные в более сложной конвенции область памяти на стеке, которую вы сразу заводите при входе в функцию. И в этой области памяти вы как раз храните этот самый RA. Вы в ней храните локальные переменные. Еще вы, например, можете хранить в ней передаваемые параметры, если их больше, чем количество регистров, которое предусмотрено для передачи параметров. Если у вас у функции 10 параметров, вы не можете их запихать в 8 регистров типа А. Да? Не можете. Более того, об этом мы еще вспомним чуть позже, кадр может быть вообще фиксированного размера. Трах-бах так, вот сразу 40 байтов берете, или там, 48. 8 ячейок. 8 ячейок, да. Что там хранится? Да может быть и ничего. Но зато у вас он такой вот всегда одинаковый, удобно работать с этим самым кадром. На самом деле, если посмотреть внимательно конвенцию, как видите, это все еще простая конвенция, но она уже состоит аж из 15 пунктов. Да? Ну, давайте ее прочтем вслух. Тут ничего сложного нет, она от предыдущей отличается очень мало. Записываем параметры на RA. Если параметров больше 8, это вот такой дешевый, простой вариант. На самом деле, конвенции в реальной жизни еще сложнее. Если параметров больше 8, мы их тоже записываем на стэк, причем в преамбуле, то есть до того, как вызываем программу. Это, кстати, неправильно, надо по-другому сделать. Но неважно. Вызываем нашу подпрограмму, договариваемся, что она не модифицирует содержимое выше стэка. Дальше подпрограмма немедленно сохраняет на стэке RA и еще один регистр под названием FramePointer, его значение, которое было раньше. И после этого в регистр под названием FramePointer просто записывает значение стэк-поинтер, которое было на момент вызова нашей подпрограммы. Вот наша подпрограмма вышла, там стэк на что-то указывает, вот туда мы и это значение записываем в регистр FP. Кстати сказать, FP это на самом деле S0, то есть это сохраняемый регистр номер 0. И есть несколько разных конвенций относительно того, можно ли им пользоваться S0 как FP. То есть мы его специально назначаем для хранения адреса фрейма, или мы делаем что-то еще. Итак, мы записали, сохранили на стэке RA, сохранили на стэке FP. Текущее значение FP присвоили тому значению стэк-поинтера, который был на момент входа в подпрограмму. Дальше у нас идут стандартные договоренности относительно того, как сохраняемые регистры, хранение данных, изменение стэка. В этой конвенции, как видите, размер фрейма может меняться. Вот. Бла-бла-бла. Но важно, что происходит в эпилоге. В эпилоге мы сначала восстанавливаем все сохраненные регистры. О, вот это неправильно мне кажется. Надо сначала все восстанавливать, а потом сбрасывать кадр. А, нет, нормально. Нет, не нормально. Да? Ну, короче говоря, нам нужно восстановить текущее значение SP, а оно вообще-то лежит в FP. Мы его туда сохранили и его не трогали. Да? FP это сохраняемый регистр, S0. Вот. Восстанавливаем значение стэк-поинтер просто из FP. Вот, смотрите. Мы восстанавливаем значение... Можно это сделать. Мы восстанавливаем значение SP, стэк-поинтер, на момент таким, каким оно было, на момент вхождения в подпрограмму. Вместо того, чтобы, помните, пытаться высчитать, а сколько же мы набили дополнительных инструментов в стэк-поинтер, вот откуда они взялись. Мы его просто говорим, не, не, слушайте, вжух. Вот. Только все-таки я не прав, надо поменять местами эти два пункта. Давайте я это сделаю при вас. Потому что сначала, конечно же, надо из стэка все сохранить, а потом уже восстанавливать значение стэка. Иначе в какой-то момент придут люди и скажут, у, тут пусто, мы сейчас сюда что-нибудь запишем. Давайте мы... Это поправим. Тогда тут можно даже проще все сделать. Можно вообще сказать вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Да что ж такое-то? Да. Потом мы восстанавливаем SP, потом мы восстанавливаем и РАН. На самом деле нет. На самом деле РАН надо восстановить в самом конце. Ща. По некоторым соображениям адрес возврата восстанавливается самым последним перед тем, как мы сбрасываем стэк. Вот самым последним. Поэтому давайте... Самым первым сохраняется РА, а самым последним он восстанавливается. Вот здесь сначала мы восстанавливаем РА, дальше мы восстанавливаем SP, и дальше мы говорим РЕД. Все. Во. Да? Стэк-поинтер восстанавливается последним. Но он не может не восстанавливаться последним. Если мы его восстановим не последним, то мы попортим. Да, да. Стэк-поинтер восстанавливается до того, как... После всего, как... Все, что в стэке лежит. Вот. Во. Вот теперь правильно. Значит, обратите внимание на то, что... Каким свойством обладает вот этот самый регистр под названием FP, он же фрейм-поинтер. Он никогда не меняется внутри вашей функции. Он, во-первых, сохраняемый. Это S0. Значит, если вы вызвали какую-то другую подпрограмму, то она обязана его восстановить в то значение, которое было. Ну, собственно, вот здесь это написано. Вот. В конвенции это написано черным по белому. Не написано. Да что ж такое? А, слушайте, давайте посмотрим код. Может быть, я посмотрю код. Там написано, что сделано. Как правильно. RA, FP, стэк. Все, понятно. Ключевой момент. Не нужно восстанавливать SP из FP, иначе получится взаимная зависимость. Все. Я понял. Это моя ошибка. Это моя давняя история, которая неправильная. Вот. Вот здесь неправильно. Значит, фишка стоит в том, что значение SP стэкпоинтера можно восстанавливать, просто заранее зная, каков был размер кадра. Вот если раньше мы в примере, который мы смотрели в начале, у нас этот стэк гулял, то к тому моменту, когда мы собираемся восстанавливать по этой конвенции стэкпоинтер, мы просто прибавляем обратно к стэкпоинтеру размер кадра, какой мы его запланировали. Точно так же, как мы его вычитали, когда планировали этот кадр. Вот это заведение кадра, frame size, а это восстановление значения стэка в обратную сторону. Так, окей, с этим я разобрался. Извините, что прямо при вас правлю, но хотелось бы, чтобы не было ошибок логических. Вот. Итак, frame pointer указывает на начало стэка на тот момент, когда мы только вошли в подпрограмму. И это значит, что относительно него мы видим и значение RA, и локальные переменные, и все-все-все-все, что там есть. И это смещение всегда фиксировано. Стэк у нас может гулять. Frame pointer у нас всегда указывает на начало кадра стэка, и наши локальные переменные отлично через него адресуются. Вот. Если мы пользуемся тем фактом, что у нас во frame pointer лежит начало стэка, мы можем вообще не думать над тем, сколько мы напихали в стэк, а просто в какой-то момент вот эту часть конвенции реализовать путем запоминания значения frame pointer и потом вписывания его в SP. То есть вообще даже не думать, что их там было плюс сто, плюс двадцать, ну, сколько мы туда напихали дополнительных данных. Обратная ситуация. Если мы заранее знаем, какого размера frame, то бишь кадр стэка, тогда вообще нет необходимости что-то думать. Мы просто, как вот в примере ниже, прибавляем то же самое значение, которое мы раньше вычитали. Но самое важное, это тот факт, что при... Вот тут попытайтесь, значит, из словесного описания вот этого получить некую картинку. Вообще-то надо, конечно, эту картинку нарисовать. Дайте я впишу при вас, что эту картинку надо будет нарисовать. Ну, это же важный момент. Почему я ее не нарисовал сразу, совершенно непонятно. Это очень просто. А картинку мы с вами подглядим где-нибудь. Короче говоря, главная фишка фреймпойнтеров состоит в том, что они, фреймпойнтеры, представляют собой обычный список. Просто вот список, то, что называется linked list. То, что мы учили, значит, когда учили C, например, или тот же самый ассемблер. Цепочка фреймпойнтеров представляет собой связанный список. Вот, смотрите, тут же есть картинка, да? Вот у нас payload – это фрейм, а сохраненный FP – это ссылка на предыдущий фрейм. У нас в FP лежит вершина списка, да? Она ссылается на место в кадре, где лежит ссылка на предыдущий список, предыдущий фрейм, где лежит ссылка, там на первом месте лежит место в кадре, которое ссылается на предыдущий фрейм и так далее, и так далее. Вот. То есть фактически из вот этого самого стека, как динамически наваливающейся структуры неизвестного размера, мы превратили его в динамически обновляемый связанный список с кадрами. Вот. Понятное дело, что отладка – это всего лишь… Да, если, конечно, вы сами стек не попортили, не снесли там, не снесли там все с чертой матери. Да? Отладка – это очень простой механизм. Вы просто пробегаете по этому, значит, фрейму и глядите, где там что лежит. Такие дела. Так, значит, я много при вас правил. Давайте вы зададите вопросы, если они есть, относительно необходимости вот этого самого фрейма как идеи. Вроде понятно. Хорошо, спасибо. Вот. Даже эта конвенция не универсальна. Понятное дело, что вот таких вот икивоков в стиле… А есть ли у нас такие параметры, есть ли у нас сики параметры, а есть ли их в 100-500? А может быть, нам нужно, когда их слишком много, их не на стек запихивать, а на кучу выделять огромный кусок, вот туда все запихивать, передавать адрес в кучу и так далее. Таких вот икивоков в реальных конвенциях еще больше. Понятно, что эта конвенция не всегда удобна. Например, я топлю вообще за конвенцию с фиксированным фреймом. Пускай мы сожрем, значит, там лишний десяток-другой ячейк памяти, но зато у нас вообще все фреймы будут одинакового размера, и их убить будет очень сложно. Обратите внимание также на то, что вот конкретно в этой конвенции у нас дополнительные параметры, которые не помещаются на регистрах, запихиваются на стек до вызова под программы. Это часть преамбулы. Помните, преамбулы, вызов под программы, пролог, код под программы, эпилог, выход из-под программы, финал. Это часть преамбулы. Это значит, что, вообще говоря, мы не очень хорошо понимаем, то есть мы понимаем, что при входе под программу мы в другую сторону, в положительную должны от стекпойнтера, ну и, кстати, от фреймпойнтера, за этим дополнительным параметром ходить. Но это ну такое себе. Может быть, мы хотим наоборот, может быть, мы хотим по нашей конвенции засунуть все внутрь пролога. Тогда мы должны как-то передавать этому самому нашей процедуре, а сколько у нее дополнительных параметров. Так-то мы это знаем, и так. А так у нас все это лежит на стеке, уже запихнутое. Мы должны знать, сколько нам сбрасывать. Ну, короче говоря, вариантов много разных. Нету серебряной пули, к сожалению. Еще одна идея. Когда мы пытаемся сделать код-генерацию из какого-то языка высокого уровня, тогда, может быть, фрейм нам вообще не нужен, потому что за нас все вычислительные задачи решит компилятор. Компилятор заранее знает, какого размера объем параметров, заранее знает, при планировании регистров, сколько дополнительных регистров понадобится и так далее. Другое дело, что отлаживать это будет довольно забавно. Но, опять же, если это язык высокого уровня, почти наверняка компилятор отложит достаточное количество отладочной информации относительно того, какая строчка кода выполнялась, сколько данных было съедено, какой фрейм какого размера. И это все не будет засунуто в рантайм, а будет лежать где-то отдельно в каких-то специальных отладочных структурах. Тогда, быть может, тоже не нужно использовать кадр. Давайте все-таки посмотрим на эту подпрограмму, в которую я уже тыкал пальцами относительно использования кадра, чуть-чуть повнимательнее. Подпрограмма будет сортировать массив входной. Пускай сортирует входной массив, я не против. Значит, запустим RARS. Я сегодня попытался запустить RARS не с двойным увеличением. У меня пока еще ничего не получается. Но я надеюсь, что я когда-нибудь сделаю так, чтобы он запускался и вылезал в экран, и при этом был виден, и при этом достаточного размера оказался. Сокращение спрашивает, есть ли реальное применение конвенции с фреймпойнтером. Я реально, если хватит сегодня времени, или если меня попросит публика в дополнительное время, я реально покажу, что именно на RISC-Five64 ровно через фреймпойнтер все и меряется. Вот этот пример, который я сейчас показываю, я, условно говоря, содрал оттуда. Я прямо скомпилировал программку, дезасемблил ее и посмотрел. Вот. Ну что ж, создаем очередной этот самый. Сохраняем его. Он будет называться уже, бог знает какой, 25-26. Да? Вот. Просто скопипастим туда код из лекции, потому что все-таки много. Я не планирую все это написать в рантайме при вас. Но будем это читать. А, даже не так. Знаете, что сделаем? Давайте мы тут есть приложенька. Сейчас мы это скачаем и прямо откроем. Sort Asm. Вот. Значит, в этой программе есть три секции. И это, собственно, вызывающая программа. Вот она, main. Можно даже сказать, что global main на всякий случай. Вот. Это наша процедура сортировки. Вот. И эта программа, которая, поскольку сортировка идет вставками обычными, она должна каждый раз находить минимальное значение в текущем диапазоне. И есть соответствующая функция, которая называется getmin, которая, собственно, этим и занимается. Она находит минимальное значение в текущем диапазоне. Этот getmin, это вообще концевая программа, в ней нет ничего особенного. Она просто пробегает, она получает размер массива, начало массива, а на выходе она выдает адрес минимального элемента. Кстати, у нас, кажется, была такая домашняя задачка. Вот. Ну, вот, собственно, это она и есть. Вот. Соответственно, вызывающая программа тоже не представляет особых проблем. Это просто 20 каких-то байтов, точнее, каких-то, 5 каких-то машинных слов, 20 каких-то байтов. Вот. В силу отсутствия адресной арифметики в RARSE нам приходится заводить специальную метку конец массива и потом их вручную вычитать. Вот, к сожалению. Да, и дальше она его вводит по циклу. Вот, вызывает пятый системный вызов, который, вот, вот числа. Да. Дальше она, собственно, вызывает нашу программу сортировки, а дальше она их выводит. Вот и вся машинерия. Работает это примерно так. Вот. Сейчас. Вот. Ну, удобно. Вот мы их ввели, а вот она их вывела. Мы ввели пять штук, она вывела пять штук, отсортировала. Ну, собственно, ничего такого. Давайте лучше на процедуру саму посмотрим, потому что ради нее все это и делается. Вот. Значит, сама процедура. Что она делает? Во-первых, мы, пользуясь тем волшебным свойством, что теперь все смещения у нас фиксированы, заводим целую кучу локальных переменных, точнее, просто еквов, чтобы нам просто было удобнее писать наш код, чтобы мы каждый раз не вспоминали, какая там чиселка. Да? Вот S1 будет у нас лежать со смещением минус 12 в относительно фрейм-пойнтера. Мы теперь относительно кадра все меряем. S2 будет сохранено со смещением минус 14, адрес массива минус 20, размер массива минус 24. Общий размер фрейма таким образом получается 28, потому что вот на этом минус 24 мы и остановились. Вот. Там есть еще минус 4 и минус 8. Догадайтесь с одного раза, что у нас лежит по смещению минус 4 и минус 8 относительно фрейм-пойнтера. Ну, разумеется, RA и FP. Вот. Сам RA и FP надо сохранить еще до того, как мы инициализировали FP, поэтому смещение в памяти относительно стэка будет именно относительно стэк-пойнтера, значения SP. Да? Вот 24 и 20. Это вот мы добавили к стэк-пойнтеру наш 28. Так вот, со смещением 24 и со смещением 20 будет лежать как раз RA и FP. То есть вот эти смещения относительно фрейма, а эти смещения все-таки еще относительно стэк-пойнтера, потому что это надо сделать еще до того, как мы сформировали новый фрейм. Ну вот, мы так и делаем. Что мы делаем? Заводим весь кадр. Добавляем F-size. Ну, в смысле минус F-size. Немедленно сохраняем RA, как полагается по конвенции. Немедленно сохраняем FP, как полагается по конвенции. Записываем в FP значение SP на тот момент, каким оно было, когда мы вошли в процедуру. Вот. Обратите внимание, что это обычный AD-I, то есть это очень быстрая короткая инструкция. Вот здесь мы его виши, а мы здесь обратно сложили. Выглядит как нечто избыточное. Зачем складывать, если потом опять вычитать? Или зачем вычитать, если потом опять складывать? Но хочу напомнить, что по времени сложение работает с той же скоростью, что и мы вы. Если мы взяли, просто переложили из того, из P, там, какое-то, в FP, по времени это тоже заняло бы одну инструкцию. Что так, что эдак. Здесь нету никакого замедления. А поскольку F-size, размер фрейма, нам известен заранее, почему бы не сделать вот так? Мы ведь помним, что, например, командачка LI превращается в AD-I, регистр 0 и, значит, имидит маленькое число. Ну, здесь вот примерно то же самое, только сделано нами вручную. Ну, так вот. Итак, мы заполнили RA, заполнили FP. Заполнили, поставили SP, как SP, фреймпоинтер в значении SP, который, стека, который мы имели при входе в функцию. И дальше уже начали раскладывать наши локальные переменные по смещениям относительно фреймпоинтера. S1, S2, size, R. Дальше мы что-то подергали, подергали, там, посортировали, вот, посортировали, вот, отсортировали. Закончился наш цикл, который сортировал. Мы должны все восстановить сообразно конвенции. Вся та же самая история. Ну, во-первых, нам нужно сформировать А0 или А1 возвращаемые значения. Чему бы там ни были равны А0 или А1, мы точно знаем, что мы их вот здесь вот сохранили в локальных переменах. Да? Мы их оттуда восстанавливаем. Опять-таки, у нас есть фиксированное смещение и все такое. Да? Мы восстанавливаем хранимые регистры S2 и S1, потому что мы их использовали в нашей функции. Вот. Дальше мы восстанавливаем RA и FP уже относительно SP. Дальше мы схлопываем фрейм до начала. Все. Вот так это примерно и работает. Вот. Да, при этом пролог и эпилог занимают достаточное место. Вот. Но это место, послушайте, мы программируем на ассемблере. Любое действие, любой чих может занимать несколько десятков инструкций. Мы это знаем. Да? А тут их не десяток. Тут их, в общем-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Вот. Такие дела. Вопросы по этому кону. Все, в общем, за исключением алгоритма, который здесь тоже тупой, достаточно прозрачно. Так. Вернемся, значит, к нашему разговору. Еще раз давайте поговорим, просто потому что мы к этой теме все равно неумолимо приближаемся, поговорим про то, почему по конвенции и, соответственно, в нашем коде нужно обязательно первым делом заводить фрейм. Там первым делом, только войдя в процедуру. И последним делом, то есть непосредственно перед выходом из фрейма, этот самый фрейм, стек, восстанавливать. Так. Тут сокращенец говорит, сохранять временные файлы в ЕТЦ это интересное решение. Интересно, о чем это? Я не понял. Но неважно. Объяснение, напоминаю, очень простое. Оно состоит в том, что в любой момент времени, в любой, стек должен указывать на такое место в памяти, над которым лежат все нужные вам, как программисту, данные. Возможно, там лежат также и ненужные. Но никогда не должно быть так, что стек указывает на какое-то место в памяти, здесь лежат нужные данные, и здесь тоже какие-то нужные данные лежат. Почему? Почему? Если произойдет прерывание, то есть какая-то ситуация, когда поток выполнения внезапно переключится на другой набор кода, прерывание, исключительная ситуация, ловушка, так называемый трэп и так далее, ваша удача зависит от того, на какой архитектуре вы работаете. Если это прерывание, эта ловушка или там этого исключения обрабатывается на большом, мощном процессоре общего назначения, скорее всего, код, который я обрабатываю, будет работать вообще в другом адресном пространстве, у него будет собственный стек, собственное все. Но если вы работаете с микроконтроллером или пишете программу в режиме на самом верхнем уровне, на хардваре левом, никого выше вас нету, никакого environment, никого окружения, которое бы обработало вот эту исключительную ситуацию за вас, нету, значит вы ее обрабатываете сами. То есть у вас получается такая ситуация, что вы переключаетесь, вот вы обрабатывали под программу, и в какой-то непонятно какой момент щелк, и у вас программ-каунтер указывает совершенно в другое место, и начинает выполняться код из этого совершенно другого места. Как себя будет вести, это совершенно другое место, если, повторяю, у вас нету никакого внешнего окружения, и все это выполняется в том же адресном пространстве. Ну как? Оно будет стараться не испортить ничего, да, потому что никакой регистр нельзя испортить, вообще никакой. Потому что мы же не знаем, в какой момент мы переключились туда и в какой момент переключимся обратно. А что оно может портить? Ну, наверное, оно может положить что-нибудь на стек, а потом, значит, пользуясь тем, что оно сохранило на стеке какие-то регистры, портить эти регистры, а потом их восстановить со стека. А откуда оно стек возьмет? Да ниоткуда, это ваш собственный стек. Если обработка исключительной ситуации происходит в том же адресном пространстве, стек на всех один. Вот в архитектуре MIPS было довольно забавное место, там было какое-то волшебное пространство адресов для ядра, и в этом пространстве адресов для ядра был свой собственный ядерный стек. Кстати сказать, в РАПСе все равно не было. Ничего подобного, да, вот прямо тот же самый. В любых микроконтроллерах также устроен и так далее. Поэтому, если вдруг этот код решит что-то записать на стек, этот стек должен указывать на такое место, куда безопасно записывать. Не дай бог это произойдет как раз в тот момент, когда вы кадр схлопнули. Сейчас, вот здесь. Кадр схлопнули, а потом еще что-то за пределами этого кадра, вот какие-то такие штуки, вот после этого момента решили поделать. Тогда вам любое прерывание или исключение загадит эту память, и вы вместо нужной информации прочтете оттуда ненужную. Такие дела. Я про это уже несколько раз говорил, просто чтобы было понятно. Значит, в real life конвенции еще хуже и еще развесистее. Ту конвенцию, которую мы сейчас описали, она хороша как раз для того, чтобы вручную оформлять какой-то код. Действительно, шмяк, бряк, восемь инструкций, развернули фрейм, и всем хорошо. И даже потом в отладчике прошлись по списку этому фрейму, все. Но, если вы программируете на каком-то высоком языке программирование, у вас это просто генератор ассемблерный, или если вы там программируете, ну допустим, используете floating point, то вам придется на самом деле договориться еще и об этом. Ну, например, куда складывать регистры сопроцессора, если вы ими пользуетесь? Они же тоже бывают сохраняемые и несохраняемые. Сохраняемые регистры надо сохранить на остывках. Вот есть ссылочка на calling conventions, тут вот описывается, собственно, как происходит вызов процедуры. Тут, кстати, есть разговоры про фрейм тоже. Вполне себе. Да, может быть, на размер кадра, тут Димка Димка подсказывает, на размер кадра может быть наложено дополнительное ограничение, например, он должен быть кратен 16, чтобы во всех архитектурах, в том числе риск 128, 128-разрядный, адресация по этому фрейму была нормальной. Ну, вот такое тоже может быть. Вот. Здесь, кстати, тоже, видите, разговор о том, где лежит стекпоинтер, где лежит РА, где лежит ФП, ну и так далее. Вот. Как я уже говорил сегодня пару раз, неописанная ситуация в нашей конвенции, если надо передавать массивы. Как передавать массив? Массив как передавать? Если это статический массив, окей, мы передаем адрес. А если надо 100500 каких-то ячейок передать, да? А где его выделять? На стеке? На стеке вообще-то дорого выделять массив данных размером в 100500. Так обычно никто не делает. А где? А как потом развыделять? Это все должно быть в конвенции. Мы совершенно не поговорили о том, что происходит, когда мы передаем, ну, допустим, адрес, а наша процедура по этому адресу что-то записывает. А, между прочим, в каком-нибудь языке программирования Паскаль, например, есть различение процедур и функций, и функции не должны иметь побочного эффекта, они не должны модифицировать какую-то память, кроме своей локальной, никак, только возвращаемые значения. Быть может, такая конвенция тоже не помешает для того, чтобы вот конкретные там, допустим, вот это, это, это и это, это такие функции в смысле Паскаля. Это значит, что вот эти наши подпрограммы, или там комплект, макросы, плюс подпрограмма, вообще не портят никакую память. Удобно же? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Или, например, как возвращать более чем два возвращаемых значения. Если вы смотрели в Колин Конвеншенс, там всего два регистра, А0 и А1, да? А если мы три возвращаемых значения возвращаем, что делать? Как-то их на стеке возвращать, потом считывать, или блок памяти, ну, короче говоря, вот эти все конвенции нужны. Другое дело, что если бы я сейчас придумал одну вот такую вот, то в ней бы было 64 пункта, и когда я ее дочитал бы до конца, все бы умерли здесь присутствующими. Вот. Здесь упоминание про Procedure Load Linkage Table и Global Offset Table, про которые мы поговорили в прошлый раз. Мы успели про это говорить еще в прошлый раз. Напоминаю, что идея такая, что если у вас есть динамическая компоновка, то есть у вас есть процедура, которой в вашей программе нет, а ее операционная система вам прикомпонует в память, то вы заранее не знаете, по какому адресу эта процедура ляжет. То есть у вас в вашем коде на ассемблере, ну, в смысле, на языке ассемблера, вы вообще заранее не знаете, какой будет адрес процедуры, которую собираетесь вызывать. Поэтому есть специальная штука, которая называется Global Offset Table, где, собственно, написана вот табличка, что данная процедура лежит вот по такому адресу. И вы смотрите в Global Offset Table, вызываете процедуру по тому адресу, который лежит по адресу нужному в Global Offset Table, и вызываете. ПЛТ, про процедуру Ликенштейбл, появилась по той причине, что на самом деле даже этого недостаточно, ибо, окей, у вас какая-то библиотека в какую-то память загрузилась, но вы все еще не знаете, где конкретно лежит функция из этой библиотеки внутри этой памяти. Откуда? Мало ли какое-то там смещение? Может быть, это новая версия этой библиотеки, она в другом месте лежит. Нужна какая-то логика, которая шарит уже заголовок библиотеки, которая найдет эту функцию, и тогда вы ее вызовете. Ну вот, и поэтому, значит, в современных технологиях это выглядит так, что у вас сначала в Global Offset Table лежит ссылка на специальную процедуру, которая ищет вашу нужную функцию в динамически загруженной библиотеке, а когда она ее найдет, она туда пропишет этот адрес. И в следующий раз, когда вы сходите в Global Offset Table, там уже будет адрес этой процедуры, этой функции. Такие дела. Вот. А еще на самом деле есть промышленная конвенция на имбеде Таби. Ух ты! 2 февраля они решили что-то поменять. Интересно, интересно. А где же теперь у них лежат? Ну ладно, сейчас мы с вами искать не будем, но просто обратите внимание, что я при подготовке к лекции сослался на документ, который вот уже месяц как просроченный. Ну, понятное дело, что я когда лекции-то готовил в 17-м году, или там в 19-м, поэтому, и потом их пересматривал, но вот эту вот желтую плашку я еще не видел. Ха-ха. Ну вот, встроенный АВИ. Что это значит? Это значит, что если у вас совсем маленькие микроконтроллеры, там есть специальные мелкие извращения, как сделать так, чтобы код был плотнее. Вообще, люди, которые пишут под микроконтроллеры, у них это просто такая вот, такой, значит, молитвенный угол, в котором написана плотность кода. Количество выполненных инструкций на количество байтов. Определенное. Значит, вот ЕАБИ это оттуда. Интересно. Надо будет посмотреть, что у них теперь вместо этого. Давайте я впишусь на всякий случай. У нас сегодня день редактирования лекций прямо по ходу чтения лекции. Давайте я сегодня впишусь на всякий случай, что ЕАБИ у нас арчивит. Поехали. Ну вот. Значит, в конвенции было бы 64 пункта, и тогда бы все, когда я зачитал заклинание до конца, все бы умерли, комментарии от сокращенца. Это почти Си. Да это не почти Си, а у ВМД 64 ровно такая конвенция по Кольн Конвеншн. Их там, правда, очень-очень много, этих пунктов. Причем вариабельных. Так что это даже не Си, это именно что это. Другое дело, что вот Си, это как раз такая штука, которая от нас это все скрывает. Когда мы пишем на Си, о счастье, мы просто говорим, это функция, давайте ее вызовем, передадим ей сколько хотим параметров. Все. Так что да, почти Си. Окей. Значит, БББББ имбедит, имбедит, имбедит у нас, значит, во что-то переехал. Чтобы уж два раза не вставать, давайте еще я скажу немножко бла-бла про конвенции, которые не собственно к самому АБИ относятся, а к тому, как происходит трансляция. Например, какие-то должны быть более серьезные правила видимости имен, чем то, что у нас есть в РАРСе. Некоторые метки у нас должны быть глобальные, некоторые локальные, некоторые локальные внутри контекста, компиляция, вот то, чего в РАРСе нету и так далее. Потому что, ну, а как иначе, вот мы взяли две библиотеки, допустим, библиотеки, и там функции соединяются именами. Что дальше делать? Какую из них мы вызовем, если их там обе есть? Вот. Когда мы компонуем объекты из нескольких, компонуем бинарники из нескольких объектников, на самом деле, вот этот объектник, это очень сложная структура. Это не просто кусок кода. Это кусок кода, санатраженный большим-большим количеством всяких заголовков относительно того, какие там параметры функции, какие, вот это все, 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 все. Вот это должно быть тоже где-то указано. Но опять-таки, а может быть и не указано, а может быть там полная свобода, и мы лепим как хотим. Вот. Если у нас слишком высокоруний язык, там может быть вообще много всякого, всякого, всякого интересных придумок. Вот. Например, например, пролог и эпилог могут быть стандартизованы, просто всегда вылезать. Например, преамбла и, соответственно, финал могут быть тоже стандартизованы, всегда вылезать. Например, у нас, я, кажется, это говорил, не помню где, в некоторых современных языках программирования, там, в языке программирования ЦИГ, например, там есть функция, которая возвращает значение, но у нее есть еще статус работы. То есть, если там произошла ошибка, мы эту ошибку передаем через другое место, прямо в языке программирования по стандарту. Это не исключение, не чего-то такое, это просто какое-то другое место, где возвращается статус. Чтобы не делать как в СИ, помните, как в СИ, если возвращаемое значение не ноль, то это хорошее, годное возвращаемое значение, а если ноль, значит, произошла ошибка. Но вот это вот не очень хорошая идея, смешивать поток управления и поток данных. И это все можно заложить, на самом деле, в конвенцию, даже на уровне ассемблера. Ну, допустим, у нас есть же А0 и А1. Отлично, давайте в одном будет передаваться, значит, результат, а в другом будет передаваться, допустим, статус. Как вариант. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, значит, можно попытаться придумать специальную конвенцию, для того, чтобы отладчику было удобно работать. Можно придумать какую-нибудь программную, программную защиту кода, например, stack protection, какие-то волшебные функции, которые приводят к тому, что если вы покарабтили стэк, то вместо того, чтобы продолжать работать и жрать непонятные данные из непонятного места в памяти, который теперь называется стэком, вместо этого все падает, говорят, у вас здесь stack corruption, все, берите отлайв, и так далее. Все. Давайте тогда вопросы на эту тему, я тут слишком много благо договорил, вопросы на тему фрейма и этих самых промышленных конвенций по фрейму, если есть. Да, тут сокращенец как раз замечает, что в СИ ничего этого нету, в смысле вот этой такой сложной конвенции, поэтому там то ноль и ерно, то какие-то специальные костыли и возвращаемые значения, то и так далее. Вопросов, я чувствую, нету. Тогда давайте поговорим про одну простую тему, в ней, к сожалению, все равно много бла-бла, сегодня вообще какой-то, сегодня день бла-бла, у нас на питончике тоже был много бла-бла. Вот. Но эта тема важная, особенно она важная в понимании таком тонком различии между понятием системный вызов, который мы привыкли знать про операционные системы, понятием E-call, то есть environment-call, который принят в RISC-5. Значит, мы с вами уже пользовались E-call'ами вовсю, это вот те самые штуки, которые у нас в RARSE, вот они, которые у нас в RARSE вводят, выводят символы, числа, строки, вот это вот, да. У всех E-call'ов довольно стандартный формат, он написан, кстати, в конвенции, разумеется, вы заносите в A0, A1 и так далее параметры, а в A7 вы заносите тип вызова. Дальше вы дергаете специальную инструкцию, которая называется E-call, что происходит дальше, вы не знаете, вы только знаете, что в результате работы такого E-call'а в заранее оговоренном регистре, например, в A0, будет результат. Еще вы знаете, что E-call вообще ничего не портит, в отличие от программы, он не портит ни регистров типа T, ничего. Вот. Это две вещи, которые надо знать. Так, соответственно, если у вас floating point, значит, у вас передача идет через F, а не через гистер-процессор, естественно, но это понятно. Вот. E-call. Как правило, как правило, можно с очень большой натяжкой считать, что системный вызов, пока назовем его так, это обращение к ядру операционной системы. Ядро операционной системы имеет свое собственное адресное пространство, работает в другом режиме, имеет свой собственный набор регистров и так далее, поэтому вы просто говорите, вот, да, и имеет доступ к вашему адресному пространству, туда можно залезть. Поэтому вы говорите, дорогое ядро, вот вам, вот тебе, значит, массив, пожалуйста, выведи его там на, не знаю, компорт, нет, такого нету, куда можно в память, ну, не знаю, там, на видеокарту. Все, работай. Вот. Поскольку в нашей системе, в Рискфайве стандартом предусмотрено аж 4 уровня вложенности, аппаратный, супервизор, ядро, юзер, да, то, соответственно, мы можем рассчитывать на то, что вот когда мы вызвали Екол, он вызывается, он работает где-то там, чего в нашем адресном пространстве вообще не видно. Вот. Тут почему-то идет какое-то бла-бла про операционную систему, зачем оно сюда вставило, я не знаю. А, значит, здесь идет бла-бла про операционную систему, операционная система это инструмент унификации, разделения и учета возможности, ресурсов вашего компьютера, да, и идут операционной системы, это, ром, то же самое, это, собственно, такой программный код, который решает задачи операционной системы, унификации, разделения и учет, на уровне программном, на уровне вызовов. Фишка стоит в том, я вспомнил почему. Фишка стоит в том, что все наши процессоры со времен самых допотопных всегда создавались так, что была сначала какая-то задача, а потом под нее придумалось аппаратное решение. То есть это вообще пафос всего, что мы можем говорить про развитие вычислительной техники, что вычислительная техника всегда развивалась так. Вот сделали какую-то железяку, выяснилось, что для этой железяки нужны какие-то пользовательские задачи. Ну, допустим, разделение процессов, выполнение, переключение между процессами. Под это переключение между процессами сделали какую-то аппаратную поддержку. Было это в 60-х годах прошлого тысячелетия. Эту аппаратную поддержку как-то реализовали, и с тех пор ее реализуют так, до тех пор, пока не возникнет новый запрос. Новый запрос возник, это был запрос на виртуализацию. Выяснилось, что нам нужно не только процессы изолировать друг от друга, но сами процессы запускаются в каком-то специальном окружении, и эти окружения надо тоже изолировать друг от друга. Недолго думая, значит, люди взяли, ввели еще просто один уровень косвенности. У нас теперь есть пользовательский уровень ядра и уровень супервизора, который управляет ядрами, и они друг друга не видят. Так вот, операционная система, это первый из такого рода запросов, которые на аппаратном уровне люди решали. Поскольку доступ к ресурсам должен быть как-то, ну, разделение, это значит ограничение и предоставление доступа, доступ к ресурсам должен быть как-то унифицирован, ограничен и учтен. Получается так, что у нас есть некоторый уровень выполнения, на котором все эти ресурсы уже заранее даны, пользовательские. И некоторый уровень выполнения выше, на котором этими ресурсами мы распоряжаемся. Вот такому процессу выдаем столько-то памяти, вот такому столько-то памяти, вот такому столько-то. Проблема состоит в том, что никогда заранее нельзя предусмотреть, вот этому процессу нужно мегабайт памяти, а больше ему не нужно. Нет, конечно, это процесс должен сказать, дорогое окружение, в данном случае операционная система. Мне нужен еще мегабайт памяти. Я туда вот данные хочу положить. Сам себе захватить этот мегабайт процесс не может. Ему уже выдали сколько надо. Операционная система говорит, ну окей, мегабайт, так мегабайт, вот адрес, теперь можно ходить, раньше нельзя было, а теперь можно ходить по вот этому адресу, там будет лежать твой мегабайт, ходи туда. Вот. Все вот это привело к понятию системный вызов. Вот. Это фактически просто вызов под программы. Но вы не знаете, где есть адрес этой программы, и вы говорите просто номер. В данном случае, вот в случае RARSA, мы в A7 его записываем. И дальше дергаете специальную инструкцию, которая эскалирует ваш запрос на уровень окружения выше, и, скорее всего, там лежит операционная система. Как это все выполняется? Пользователю непонятно. И вообще не видно, мы не видим ни кода, ничего того, из того, как выполняется E-Call. Память, скорее всего, не покажет, в какой памяти это выполняется, мы, скорее всего, тоже не увидим. Вот. Внезапно для того, чтобы так работало, в нашем процессоре становится необходима одна волшебная фича. А именно поддержка двух или, на самом деле, более потоков выполнения. То есть это не значит, что у нас должно быть много отдельных ядер в процессе. Нет. Ядрота там одно. А вот набор регистров, стекпоинтер, ну, короче, вот, программ-каунтер, флаги. Помните, у нас же есть флаги в ФПУ, например. Правда, у нас в рисквайме флагов нет, значит, флаги нам не нужны. Но вот набор регистров точно у каждого из таких режимов должен быть свой. Потому что вот мы работали-работали, вызвали E-Call, попали в совершенно другое адресное пространство. Там свои регистры должны быть. Потому что там же тоже что-то вычисляется. Вот он их повычислял, вернул, значит, значение, все, вам готово. А здесь остались те регистры, которые были. Так что поддержка двух и более потоков вычислений – это, в первую очередь, увеличение аппаратной базы. У нас должно быть много одинаковых регистров у каждого потока вычислений. Какой-то специальный способ обращения к памяти у каждого из потоков вычислений, так, чтобы они друг другу не мешали. И так далее. Ну вот. Как следствие, значит, режим ядра и режим пользователя. Это, да, значит, вот это был первоначальный запрос. У нас теперь есть отдельное ядро, отдельное юзер-спейс. А в нашем четырех уровням, в рискфайовском варианте этих уровней четыре. И мы вводим общее понятие environment call, то есть обращение к высшему окружению. А в действительности мы даже не знаем, кто будет это делать. Например, мы можем просто сходить к ядру, и это будет Cisco. Например, мы дернули e-call, а на самом деле мы захотели, например, увидеть статистику по виртуалкам. Естественно, никакое ядро не содержит статистику по виртуальным окружениям. Это содержит только гиперядро в гипервизоре. Значит, мы посвешили эскаляцию на два уровня выше. Или мы дернули вообще какую-то подпрограмму из биоса, которая работает с аппаратурой. Тогда мы, эскалируясь на три уровня выше, дернули какой-то кусочек кода, лежащий в окружении. Или, внимание, e-call может вообще привести к какой-то аппаратной штуке. Почему нет? Мы не знаем, что это за окружение. Например, когда мы работаем в RARSE, никакой операционной системы не существует. Любой e-call, который мы дернуем, это фактически аппаратная железячная функция, потому что на самом деле то, что мы дернули в e-call, исполняется методом на языке программирования Java, на котором написано RARSE. С точки зрения риск-файва вообще нигде не существует кода, который выполняет этот e-call. Совсем. В других эмуляторах там немножко такая сбалансированная система. Вы можете подгрузить так называемый BIOS, и это будет как раз набор под программ для работы с внешним миром. Написанный на языке ассемблера риск-файва и работающий на уровне, допустим, аппаратном. Но все равно часть, часть эмулируемая, которая эмулируется эмулятором, будет сделана так, что в терминах риск-файва она будет отсутствовать. То бишь, с точки зрения паз, она вообще будет чисто аппаратной. Нет такого кода, написанного на ассемблере риск-файв, который выполняет этот e-call. Значит, это делает аппаратуру. Так вот забавно. Если что-то написано на Java в RARSE, значит, это делает аппаратуру. Можно спросить? Да-да-да, конечно. Если вдруг так получится, что у нас нет окружения, то есть, ну, просто тут написано, что мы знаем, что что-то вокруг нас есть. А вот гипотетически какая-то такая ситуация, если... Ну, конечно. Если вы, например, пишете программу на уровне самом высоком, на нулевом, да, там нет окружения. Так. И что тогда... Тогда вы сами пишете обработчик этого e-call. Мы это с вами будем делать буквально через заданное занятие. Да? То есть, если у вас нет окружения, которое это делает, значит, это делаете вы. Типичный пример, это даже не e-call, потому что тут предполагается, что какой-то код уже написан. А обработка исключительных ситуаций. Исключений, прерываний, трапов, ловушек. То есть, конвенция это как раз тоже есть вот это? Да, конечно, конечно. Именно так. И там как раз будет... Вот в каком состоянии я писал этот текст? Интересно, интересно. Вот. Значит... Вот это. Еще слова не понимаются, а поминаются у вас написано. Поминаются. Ну, видимо, я спал уже. Я вообще буду крайне признателен к любым патчам на вот эти лекции, потому что... Ну, тут много текста его делаем. А, ну вот. Сокращение здесь говорит, что все на самом деле просто. Вы дергаете e-call, а вместо e-call просто дергается какое-нибудь исключение системное. От 8 до 11. Дальше вы совершенно честным путем вваливаетесь в обработчик исключений, а дальше вываливаетесь из него. Вот и все. Вот вам работа e-call. Так что все тут достаточно хорошо. Вот. Значит, в RARS мы уже с вами знаем, как устроены e-call. В регистр А7 помещается номер системной функции такой, вот тот самый, условно говоря, адрес под программы, адрес под процедуры, который мы не знаем, поэтому это номер. Вот. В регистре А или ФА, если это вещественные, закладываются передаваемые значения. Дальше мы просто дергаем e-call. Дальше мы получаем в регистрах А обычно А0 или ФА0 результат. Вот. Ну, поскольку мы это с вами и так делали, то этот момент можно промотать. Значит, еще один момент, который можно промотать, а можно и не промотать. Во сколько у нас было начало? В 6. То есть у нас еще есть немножко времени. Это то, как делать домашку. Я сразу скажу, что домашка у нас частично повторяет одну из задач к прошлой лекции, потому что задачи к прошлой лекции я изобретал буквально неделю назад, а эти задачи все-таки имеют более долгую историю. А именно мы напишем макробиблиотеку для работы со строкой. Но никаких страшных претензий, как было в прошлый раз, относительно того, что вот, там будут тестирующие функции, вот этого всего не будет, ну, потому что это сложновато. Да, фактически вам просто дадут, мы в домашке будут просто задачки достаточно сложные алгоритмически, ну, типа сортировка строк. И без того, чтобы написать свою собственную библиотеку для работы со строками, вы просто умрете. Расчет был на это, что вы выживете. Вот. Да, значит, тут сокращение говорит, а вот как работать с исключениями, как писать e-call на микроконтроллерах, есть в его курсе. Вот. Вот он, этот курс. Вот там, прям даже, как бы, с видеолекциями, с текстом. Ну, короче говоря, человек, вдохновившись тем, как я делал свои курсы, сделал курс по разработке на низком уровне. Давайте я на него все-таки сошлюсь, раз уж у нас сегодня день редактирования лекции по ходу лекции. Ради повышения градуса это будет редактирование даже не сегодняшней лекции, а титульной страницы наших лекций. Вот тут вот, да. Странно, что я эту ссылку не опубликовал, место очень милое, там, значит, ну, посмотрите, как это устроено. В общем, это абсолютно дешевые железяки, которые можно... Кстати, ну, ладно, это потом. Не буду пока вас кормить обещаниями того, чего пока не случилось. Сокращение, говорит, надо будет поправить. Теперь там поддерживается еще и CH-32, более новый контроллер. Вы сначала каракатицу привезите, мы с вами ее установим, вот тогда и поправим. Так, извините, я отвлекся. Ну вот, значит, ба-бла-бла, это был что? Это был... Да, я хотел чуть-чуть поговорить про работы со строками. Вот. Это никакого отношения не имеет к всему остальному. Просто смотрите, для тех, кто не в курсе, вдруг, вдруг. Моделировать строки можно по-разному. Как правило, строки не поддерживаются аппаратно никак, процессором. Вот. Поэтому мы считаем, что строки это последовательность байтов. Причем именно байтов. В RAR-се именно байтов, никакого Unicode там, ничего такого. Вот. Вопрос только в том, какая их длина. Вот. Есть два варианта представления строки, условно говоря, паскалевский и, условно говоря, сишный. Сишный вариант строки это последовательность байтов, в конце которых стоит байт равный нулю. И, собственно, длина строки будет известна только тогда, когда мы увидим этот байт нулю. Вы это делали, кстати, в одном из домашних заданий. Да? Вот. Проблема стоит в том, что такая строка неизвестна какого размера. В RAR-се еще такая фишка, что... Перевод строки попадает при ввозе. Когда вы нажимаете Enter, попадает внутрь строчки. Это последний символ. Так что, если вы хотите ввести строку из 10 символов, вам нужно задавать 12 байтов. 10 символов обычных, перевод строки и нолик еще в конце. Вот. Главная проблема строк в том, что они непонятно какой длины, и вы все равно должны при программировании этой фигни выдерживать некоторый баланс. Либо у вас фиксированный размер определенный, и просто больше нельзя, либо они все разного размера, и тогда вы, значит, хитрым образом манипулируете памятью, чтобы, значит, все строки поместились. Вот. Тут пример подсчета количества пробелов в обведенной строке. Давайте я его, с вашего позволения, опущу. Все равно у вас еще целая домашка впереди. Вы можете потом на все это посмотреть и поделать. Давайте я лучше еще чуть-чуть поговорю про память, и на этом мы, собственно, закончим. Смотрите, какая штука. Мы с вами видели такую вещь еще буквально на первой лекции. Карта в памяти сообразна какой-то конвенции, в частности, в RARSE. Вот по умолчанию используется вот такая. Вот. Вот эта область памяти ядра, она вообще непонятна, откуда взялась, потому что мы с ней, кажется, работать не будем вообще. Вот. Но мы еще посмотрим вперед. Но главное не в этом. Главное в том, что когда вам, вашему процессу, выдают некоторое пространство памяти, у него есть стек, который растет сверху, область данных, которую вы заполняете статически, которая растет снизу, которая уже заполненная выросла снизу, а оставшееся место вот это, это так называемая куча. Это память, которая как бы ваша. Вот. Ее там целых 2 гигабайта. Вот. В RARSE ее вовсе не 2 гигабайта, на самом деле, очень мало. Если вы там начнете забивать, он довольно быстро забьется, и ничего не произойдет хорошего, он просто упадет. Вот. Ну, потому что это эмулятор для маленьких программ. Естественно, в операционной системе будет по-другому. А как будет в операционной системе? Понятное дело, что никто вам вот эти гигабайты по умолчанию раздавать не будет. Если вы начнете писать в то место памяти, на которое указывает адрес куча, в этот 1400, под управлением обычной операционной системы, вам просто скажут, нет, это не ваша память. РАШ так не скажет. РАШ туда можно писать что-то. Вот. А значит, вам скажут, нет, это не ваша память. Не пишите, это не ваша память. Мы там потом вам скартируем, да, вот с помощью механизма виртуальной памяти мы вам нарисуем адресное пространство в этом месте, удобное, ну, в смысле, в котором можете записывать. Но вы сначала сходите к операционной системе и с помощью соответствующего СИСКОЛа, или там, на данном случае, ЕКОЛа, запросите у этой системы еще памяти. Кажется, этим занимается ЕКОЛ-9 в... Да, в РАШе, в АЦ. Он размещает память ровно на той самой куче, которая, как мы смотрели, только что на картинке начинается с адреса 1400. Выделяет память. Он вам выдает ЕКОЛ-9, вы ему говорите, сколько вам надо памяти, вот, а он вам выдает, вот, сколько памяти, а он выдает, значит, адрес, начиная с которого эта память начинается. Вот. Зачем это нужно? Как я уже говорил, в случае, когда вы работаете с операционной системой, вы по-другому память просто не получите, вам сначала нужно запросить. Кстати сказать, вы можете ее не получить, вам вернется, ЕКОЛ вернется с ошибкой. Вот. А в случае РАШа это нужно для того, чтобы вы сами могли учитывать, вот, вы завели память, вам вернулся адрес, вы ставите О. Значит, адрес плюс размер, в смысле, адрес, который вернули, это тот адрес, в который я могу писать столько-то байтов. Хотим еще там на 300 байтов заказывать память, не задумываемся над тем, куда сейчас указывает HIP, потому что нет такого, нет такого регистра HIP в Pointer. Этим занимается операционная система. Просто говорим, дай мне еще 300 байтов операционной системы. Он говорит, вот с того адреса. Все. Это гораздо удобнее, чем вручную делать мемори-менеджмент. Вот. Прежде чем посмотреть примерчик простейший, давайте сразу поговорим о том, как эту память освобождать. В РАШе никак. Потому что на самом деле мемори-менеджмент, то есть манипуляция вот этими блоками памяти, занятыми и свободными, это довольно сложная штука. Ну, реально про это делают целые исследования. Последние 100 лет, 50 лет точно, люди занимаются исследованием таких вещей. Вот. Делают какие-то списки из них, списки из местного размера. В чем главная проблема выделения и удаления памяти? Фрагментация, да. Выделили 100 блоков памяти размером по килобайту, каждый второй освободили. Получилось 50 блоков памяти размером по килобайту и 50 блоков памяти размером по килобайту, перемешанные друг с другом, один свободный, другие занятые. Просто так перемещать их нельзя. Нужно какому-то воспользоваться механизмом виртуализации, чтобы переместить эти фрагменты, чтобы у вашего пользователя всегда оставалась идея, что адресация та же самая. Ну, это сложно. Вот. Поскольку мы имеем дело с вами с линейной модельной памятью, простейшей, в которой вся память принадлежит вам, попытка переместить вот эти блоки, сделать вот так, приведет к тому, что у вас все ссылки повалятся. Нет никакой относительной адресации. Поэтому нет, ничего подобного, никакого memory management как такового в RARSE просто нету, но есть системный вызов 9, который упрощает нам динамическое выделение памяти на куче без ее дополнительного освобождения. Это фактически аналог системного вызова из СБРК, который позволяет сделать то же самое. Он так и называется. Он так и называется из СБРК, вот в таблице этих самых вызовов. Вот. Примерчик. Примерчик с... Мы сразу напишем подпрограмму, которая будет выделять память, и еще выводить на экран, сколько памяти выделено. Ну, просто ради прикола. Да, она совсем простая. Вот. Это, значит, подпрограмма, которая называется NewMem, которая заказывает нужное количество памяти по размеру, лежащему в А0. Дальше дергает e-call. Дальше она временно куда-то сохраняет адрес. Обратите внимание, адрес сохраняется на регистр Т1. Это концевая подпрограмма, ей не обязательно все сохранять на стеке, потому что она больше не вызывает ни одну подпрограмму, а e-call, как мы договорились, ничего не портит. Вот. Дальше мы начинаем выводить адрес на экран, перевод строки на экран. Вот. Дальше мы записываем, возвращаем неправильно. Вот. Возвращаем Т1 в А0. И радостно. А почему тут стек? Что-то я... Сегодня прям правда день исправлений каких. Нам стек-то не нужен, мы ничего на стеке не храним. Вот такая вот подпрограмма. Кстати, давайте мы ее и там поменяем. Это же неправильно все, что на этом писано. Интересно. Я главное проверял же. Это что касается подпрограммы. Да, она, собственно, выделяет, дергает e-call 9, выделяет память и просто пишет на экран, что там было. Да, теперь, значит, сама программа вызывающая. Давайте ради прикола, во-первых, напишем, что это main. Во-вторых, здесь напишем точка global main. И у нас этот main будет не сначала, но просто вот именно что ради прикола. И давайте скопипастим, скопипастим совсем уж маленький код по вызову этих подпрограмму. Вот. Собственно, все. Так, только тут два main. Ну вот. Ничего тут такого, ничего совершенно заумного в этом деле нет. Это вот, между прочим, мне кто-то пишет. А, все нормально. Вот. Ничего заумного в этом деле нет. Код как код. Ну, вот, собственно, я ее запустил. Могли пройти ее под отладчиком, но мне кажется, что мы уже столько решали домашек, что можно под отладчиком не проходить. Я хотел обратить ваше внимание на то, каковы адреса. Да, вот программа состояла в том, чтобы четыре раза заказать, три раза заказать память, вот, и при заказе трижды вывести адрес. Каковы адреса? Как следовало ожидать при заказе 100 байтов. Нам эти 100 байтов выделить на кучу. Прямо вот по адресу 14400. Когда мы заказали 101 байт еще, эти 101 байт нам выделить на кучу, разумеется, со смещением 100 байтов относительно предыдущих. А вот мы, когда заказали еще 100 байтов, выяснилось, что конкретно E-Call 9 при выделении памяти выравнивает объем заказанной памяти по адресу кратному 4. Поэтому оказывается, что нам вместо 101 байта выделили сразу 104. Понятное дело, для чего? Чтобы туда помещалось любого размера с заключением Double, любого размера ячейка 32-разрядной архитектуры. Вот. Собственно, и все. Ровно для этого, больше ни для чего, в таких системах, как RARS, нужен соответствующий E-Call. В операционных системах с ограничением защиты памяти понятно, что он нужен для того, чтобы эта память вообще была доступна. А то она недоступна. Такие дела. Вот. Разговор был ради этого задуман мной, да. Значит, да, вот этот разговор про то, что освобождать память гораздо сложнее, фрагментация вот это все. Вот. Кстати, сказать, настоящая куча. Названа кучей неспроста. Потому что традиционно то место в памяти, где динамически выделяются и удаляются произвольные куски, оформляется как куча, как вот этот самый, как его фамилия. Структура данных такая. А, нет, не совсем, соврал. Но, тем не менее, да, значит, это целая, целая хитрая структура данных, это не та куча, я соврал, целая хитрая структура данных со своими алгоритмами и со всеми дела. Да, ну, даже написано, не надо путать со структурой данных под названием куча. Да. Вот. Что относительно несложно сделать, это если у вас акт выделения памяти и освобождения строго упорядочен. Вы сначала в определенном порядке заводите память, а потом в том же, в обратном порядке ее освобождаете. Ну, вообще говоря, тогда это просто стек. Ну, и храните такие вещи на стеке, раз уж вы их соблюдаете. Вот вы завели А, завели Б, завели С, освободили С, освободили Б, освободили А. Отлично, это же просто стек. Вот. Домашнее задание в этот раз будет на тему как раз строковых функций. Вот. Точнее, даже так, строковой библиотеки. В отличие от прошлого раза, где мы писали сложные эти штуки, вы писали, значит, вы писали только макросы, а была еще вызывающая подпрограммы и еще тестирующая подпрограммы, я их опубликовал и так далее. В этот раз вы будете просто сдавать программки. Эти программки будут алгоритмически достаточно сложными. Вот. Весь расчет на то, что вы сначала напишете нужные макросы. Вот видите, такой же стерлен, только с другими параметрами. Это главный мой недостаток. К сожалению, стерлен другой. Вот. И стерцпы Y другой. Посмотрите внимательнее, пожалуйста. Там, кстати, не будет вот этого странного ограничения на копирование задом наперед, вот этого всего. Все тесты, они такие четкие, они перекрывающиеся области данных не тестируют. Вот. И дальше решите несколько задач, ну, типа, количество повторений строк посчитать. Для этого нам придется хранить эти строки где-то на куче, догадался Штирлиц. Да? Найти самую длинную строку, для этого вообще ничего делать не надо. Найти какие-то символы из строки. И, наконец, сортировка строк. Это самая такая мощная из всего этого безобразия. Но я не думаю, что после того, как мы уже писали какую-то сортировку, у вас будут какие-то проблемы с этим. Тем более, что у нас есть функции стерцпы. Такие дела. Вот. Если есть вопросы по домашке, задавайте. Если нету, то мы как раз заканчиваем. Мы же как раз заканчиваем, да? Я сейчас посмотрю, что у нас будет в следующий раз. В следующий раз он будет уже совсем интересный, мне кажется. Что? А, сейчас, да-да, дизассемблер. Хорошо, покажу. Давайте я скажу, что в следующий раз у нас будет. В следующий раз, все, в следующий раз мы лезем уже в исключительные ситуации. То есть мы пишем обработчики. Вот. Значит, про сервер. Давайте я сначала вспомню, где у меня есть рискфайф эмулятор нормальный. Думаю, что дома. А. Во. Загружаем дистрибутив, опять же, нашего сообщества, сообщества от Linux Team для рискфайла. Вот. Он, в принципе, там есть с какой-то графикой, но под куему. Я его загружаю прямо в куему. И у меня, видите, спасибо куемщикам, спасибо фабрису нашему Белару, консоль прямо вот в терминале. Это все можно копипастить. Очень удобно. Это прям полноценный дистрибутив. Там систем D, все дела. Вот. Давай, 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 давай. Сейчас он закроется. Сеть настраивается. О. А, пароль здесь не root. Пароль здесь altilinux. Вот. Это полная эмуляция. То есть вот эта вся операционная система, с которой я сейчас работаю, работает просто на моем домашнем ноутбуке в режиме полной эмуляции процесса рискфайф. Потому что мой домашний ноутбук пока что не рискфайф все-таки. Вот. Ну вот. Значит, давайте посмотрим. Я уже проделал все это безобразие. Тут должен быть типа call.c, который, собственно, и есть. А. Вот. Видно, да? Вот. Значит, что я сделал? Вот это у нас main. Он дергает функцию func. Это функция func, в свою очередь, делает функцию, делает, дергает функцию eq. Почему их три? Ну, main, понятно, потому что main, вообще, это особенная штука. Его дизассемблить, ну, такое себе. Функция func будет соответствовать. Теперь все знают пароль от домашней рискфайф машины эмулятора. Его и так все знают, пароль в этом образе, именно такой altlinux. Это образ, который скачивается с сайта getalt.org, кажется. Вот, когда вы его скачиваете, там действительно по такой пароль у рута altlinux. Ну вот, соответственно, вот эта штука будет оформлена по конвенции рекурсивного вызова, а вот эта штука будет оформлена по конвенции концевого вызова. И там кое-чего не будет. Мы сейчас все это увидим. С минимальной оптимизацией, кажется, все. Значит, единственное, что это рискфайф 64. Мне не хватило времени, чтобы сделать рискфайф 32. Там другое оби. Мы сейчас это увидим. Оно слегка другое. Вот, ну вот, значит, что там? Call.c минус o call. Вот. Ну, вот он скомпировался. Давайте мы его откроем. И давайте мы скажем disassemble. Для начала самую простую функцию, которая называется eq. Как видите, c очень низковый уровень язык программирования. Реально, мы заводим фрейм. Размер фрейма 32 сразу. Про запас. Дальше. Можно было сделать минус o s size. И тогда бы здесь размер с фрейма был меньше. Но я не стал ничего оптимизировать. Немедленно туда записываем что? S0. Что такое S0? FP. Frame pointer. Записали туда frame pointer. Передвинули фрейм. Что-то поделали с локальными переменами, обратите внимание, адресуемыми через frame pointer. Вернули, вышли. И это концевая процедура. Чего здесь нет? Сохранения RA здесь нет. Ой, зачем я вышел? Функ. А, да, это концевая процедура. Ей не нужно сохранять RA. А вот frame был выделен, и адресация шла по фрейму. Вот. Вот сокращенец сомневался, а тем не менее это было именно так. Вот это вот переменная A. Вот она. В нашей функции fung будет три переменных A, B и C. Давайте посмотрим, где и как они вообще валяются. Как видите, даже относительно функции из четырех строк, да, из трех, все равно оказалась очень небольшой. Давайте посмотрим. Во-первых, размер фрейма больше 48 у неконцевой рекурсивной процедуры функции. Во-вторых, мы немедленно сохраняем RA, как договорились. В-третьих, мы сохраняем FP. В-четвертых, мы переделываем, записываем в FP значение стекпоинтера. Вот. Кстати, Димка и Димка говорят, что это не про запас, а кратность. Кратность 16 очень может быть. Очень может быть. Но тем не менее, как видите, здесь побольше. Вот. Если оптимизацию включить в FP, может и не остаться, дорогой сокращенец. Именно в этом смысл всяких жестких оптимизаций. Ну вот. Дальше мы что-то работаем. Вот это. Вот это я вангую. Что у нас там? С. Да. Нет, это А. А, это Ц, да. Это Ц. Это. Вот это. Одно из них А, другое Б. Ну, врать я сейчас не буду. В общем, понятно. А Ц, кстати, вообще регистровая переменная. Она не хранится на стеке. Это А и Б. 36 и 40, это А и Б. А Ц регистровая переменная. Почему бы не быть регистровой, если мы все равно ее никуда в память не пишем? Вот. Ну, дальше там что-то происходит. Даже какой-то jump in link. Интересно, зачем там jump in link? А, потому что мы же вызвали, блин, мы же вызвали следующую функцию. Вот мы заносим его в А0, дергаем нашу функцию to, выходим. Вот у нас, значит, соответственно, опилог. Загружаем RA. Загружаем старое значение FP. Схлопаем фрейм. Вот. Так что фрейм. Вот. Ну, давайте ответим на вопрос сокращенца относительно того, останется ли фрейм, если взять оптимизацию по размеру. И на этом закончим уже. А то времени уже дофига. Видите, минус ОС, да? Насчет оптимизации по размеру. Какой фрейм! Все. Оптимизатор был слишком умный, к сожалению. А код был слишком статический. А компилятор все это вычислил, сказал, да тут надо просто сложить. Но обратите внимание, нет фрейма, нет. Ну, все. Вот. Вопрос. Все, всем пора домой. Все, всем спасибо. В следующий раз у нас исключительная ситуация. Добавилан.